В мире дикой природы существует оружие, которое заставляет дрожать даже самых отважных хищникам. Оно могучее, неповторимое и порой шокирующее. Это не миф и не вымысел. Это реальный обитатель нашей планеты, властелин электричества в водном мире. И эта особенность, к слову, позволяет ему не только атаковать и уничтожать жертв, но еще и отлично ориентироваться в достаточно сложных условиях. Вы на канале Дикий мир, и сегодня мы окунемся в глубины Амазонии, чтобы раскрыть тайны электрического угря. Удивительные рыбы, способные поразить своим электрическим зарядом любого, кто встанет на его пути. Не забудьте оценить это видео и подписаться на канал. А мы начинаем! Электрический угарь – вид лучеперых рыб из отряда гимнотообразных. Он не родственник настоящим угрям, хоть и схож с ними внешне. В длину электрический угарь может достигать 250 сантиметров, а его вес часто доходит до 20 килограмм. У него нет чешуи, а его главный орган движения – это анальный плавник, позволяющий перемещаться со скоростью до 8 километров в час. Окрас угря темно-коричневый, голова снизу – оранжевого цвета. Встретить нашего героя можно на территории Южной Америки, в бассейнах Амазонки и Оренока. Обитает угарь в низинах с большим количеством прудов и озер, которые со временем все сильнее зарастают растительностью и становятся болотами. В мутной, загрязненной воде наши герои отдыхают и скрываются от противников. Стоит отметить, что у электрических угрей слабое зрение. Основную часть кислорода угарь, кстати, получает из воздуха, и каждые 10-15 минут ему приходится подниматься на поверхность. Но особенный интерес представляют электрические органы нашего героя, занимающие примерно 4 пятых длины его тела. Вырабатывать электрический ток рыба может благодаря электроцитам – особым мышечным клеткам, между мембранами которых образуется разность потенциалов. Угарь способен создавать напряжение до 860 вольт. Удар током взрослой особи может даже оглушить лошадь. Свои удивительные способности рыба использует для того, чтобы защищаться от противников, а также для того, чтобы парализовать добычу. Поймана таким вот образом может быть даже крупное животное. И даже если это животное и угря разделяет целых 3 метра. Вот так самая проворная рыба превращается в легкую добычу. Взрослые угри питаются рыбой и некрупными млекопитающими, а подрастающие – беспозвоночными животными. После осуществления электрического разряда угрю нужно только выбрать ту жертву, которая ему больше всего подходит. Как вы понимаете, застывает не только та рыба, которую преследовал угарь, но и все те существа, которые в это время находились рядом с ней. И вот угарь широко раскрывает пасть и начинает проглатывать все, что ему хочется. Это могут быть рыбы, крабы, какие-то другие мелкие животные. И когда наш герой проглатывает своих жертв, он очень шумно сопит. Такие звуки слышны на большом расстоянии. Своё мощное оружие угрь также использует и для других целей. Например, серия слабых импульсов напряжением около 10 вольт позволяет рыбе ориентироваться в загрязненной воде или в темноте и исследовать обстановку вокруг. А еще с помощью такого оружия можно искать добычу. Угарь вырабатывает 2-3 высоковольтных импульса и под воздействием тока мышцы непроизвольно сокращаются, выдавая потенциальную жертву, даже если она где-то затаилась. Радар угря улавливает даже биение сердца, настолько он чувствителен. Теперь давайте подробнее рассмотрим, как защищается угрь. Конечно, при помощи своего главного оружия. Нашему герою не страшен даже черный кайман – крупнейший хищник бассейна Амазонки, имеющий невероятно острые зубы. Такие зубы – это всегда широкий выбор потенциальной добычи. Но удары током электрического угря полностью парализуют каймана. Сбежать от противника он сможет лишь в том случае, если удастся поймать тот момент, когда угрю понадобится перезарядиться. Кстати, такое оружие угря не оказывает совершенно никакого негативного воздействия на него самого. Дело в том, что его электрические клетки очень хорошо изолированы от других частей тела. Вот такое удивительное существо. Но вырабатывать ток способны не только электрические угри. Таким же оружием пользуются еще примерно 250 видов рыб. Но они применяют ток в основном для навигации. Хотя и среди них есть по-настоящему опасные существа. Например, электрические скаты. Интерес представляет и то, как размножаются угри. Хотя об этой части их жизни известно очень мало. Что удивительно, в период засухи самец создает гнездо из собственной слюны. В это гнездо самка отложит тысячу икринок. Продолжительность жизни этих рыб составляет примерно 10-15 лет. Естественных врагов у электрических угрей практически нет. Разве что крупные крокодилы. Даже взрослые анаконды и кайманы не хотят связываться с этим необычным созданием. Молодые и не очень опытные кайманы, бывает, все же набираются смелости атаковать угря. Но ощутив на себе мощь его оружия, немедленно отступают. Казалось бы, люди тоже должны опасаться охотиться на этих рыб. Ведь они могут быть смертельно опасны. Серия разрядов может привести к остановке сердца. А будучи парализованным, можно утонуть даже на мелководье. Но люди все-таки охотятся на угрей и едят их мясо. Как же осуществляется эта охота? В водоем, где плавает много электрических угрей, загоняют несколько коров. Это вызывает у рыб беспокойство, и они начинают очень энергично генерировать электрические разряды. По этой причине у их защитных органов стремительно расходуется потенциал. И в итоге угри становятся неспособными причинить кому-либо вред. В дальнейшем все, что требуется от охотника, это зайти в водоем и добить рыб копьем. Угри, стоит отметить, хорошо могут прижиться в неволе. Да, их ловят даже для этого. Например, они нередко становятся украшением огромных аквариумов, установленных в общественных местах. К счастью, все это не оказывает особого влияния на популяцию наших героев. И в заключении. Интересный факт об электрических угрях. Когда об этих рыбах только начали появляться первые сведения, ученые-натуралисты сначала даже не поверили, что угри атакуют противников при помощи электричества. Люди полагали, что рыбы просто замораживают добычу неким таинственным способом. Но позднее все же было доказано, что оружие угрей – это именно электричество. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, возможно я что-то упустил. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. До скорого!